Музыка Так, если кто-то из вас не понял, о чем конкретно речь идет, то вот показываю теперь повнимательнее. Речь идет о том, что кардан прикручивается вот в этом месте. Так, видите, отсутствует один болт. Показываю ближе. Вот именно здесь ослабли болты, именно здесь один болт оборвало. Именно этот узел мы и будем сейчас разбирать. Интересный момент. Для того, чтобы разобрать этот узел, открутить его не сложновато будет. Потому что кардан не прокручивается ни на нейтральной, ни как полностью на 180. Поэтому нужно открутить сначала кардан от заднего моста. И тогда он будет нормально проворачиваться и вы легко сможете открутить и носик кардана. Так, для начинающих скажу. Прежде чем кардан отсоединить от флянца, нужно сделать метку. В данном случае я вообще фортунно чуть резанул и все. Фрезанул так, чтобы ни глубоко, ни мелко и как бы уже на века. Некоторые делают зарубочки зубилом или керном и так далее. Если не сделаете, потом перепутаете этот момент. Может быть дисбаланс, может быть вибрация. Так, остался последний болт. Сейчас отключу и сниму кардан. Так, значит после того, как вы отсоединили кардан, обязательно положите его на глушительную трубу и подвяжите. Чтобы он не упал, не ударил вас по голове, не травмировал и так далее. Далее ставите в нейтральное положение коробку передач. Раздатку не нужно трогать. Плюс-минус все нормально. Коробка может крутиться теперь во все стороны. Каждый из болтиков вы можете подвести в нижнее положение для удобства. Для удобства откручивания. Если бы кардан был прикручен к заднему мосту, вы бы не имели такой возможности. Дальше я покрутил, кардан упал. Кардан упал, но он повис на той веревочке и опять же не ударил меня. Так что про это не забывайте. Так, дальше кардан отсоединили полностью. Чтобы он мне не мешал, я решил его вообще снять. Войду чашку нужно снять. Два вот этих болтика под отвертку. Вот один, вот второй. Открутить, она снимется. Далее вот эта гайка будет нам еще мешать. Нужно будет ее открутить. Так. Болты открутил. Вот они. Далее эта чашка вот так снимается. Мне одному неудобно, конечно, снимать и показывать. Оператор немного сегодня занят. Здесь мы видим принцип заднего колеса. Это был барабан. Это колодки. Внутри флянец. Флянец с гайкой. Надо открутить эту гайку. Так. Нужно открутить гайку. Вот эту вот. Эта фигня прокручивается. Крути, не крути. Чем там держать. Для этого нужно сделать следующее. Вкручиваем два болта. Через один. Далее. Вставляем мандировку. Вот примерно вот так. Чтобы это был упор. Вам видно вот, да? Упор будет делаться в какую сторону. Ага, вот так вот. Вот так вот он вставляется. Потому что здесь резьба правильная. По часовой закручивается. Против часовой откручивается. Вставляем. Ключ на 27. Вороток должен быть реальный. И в левую сторону срываем. И начинаем потихоньку откручивать. Вот такой принцип. Так, открутили полностью флянец. Тут у нас шайба. Вытаскивать ее там мучиться, короче. И вообще смысла нету. Просто сразу снимаете. Вместе с ней. И все. Остается шлицевая. И флянец остается у вас в руке. Шайба вот эта вот вываливается. Все, сняли. Так, значит еще в двух словах. Вот эта крышечка. Вот с этими болтиками. Прикрывает сальник. Если вы хотите поменять сальник. Значит откручиваете эти болтики. Снимаете. Сальник вытаскиваете. Запрессовываете другой. Менять я в данном случае сальник не буду. Плюс-минус. Как бы вот эти вот потеки вот здесь. Это возможно на этих болтиках. Раздатка подсирает немножко туда-сюда. Для уазиков это. Вы должны сами знать. Примерно норма. Для всех уазиков. Поэтому по норме примерно канает. Сальник менять не буду. Одеваю сейчас флянец. На место. И все. Начинаю закручивать. Так. Сборка проводится в обратном порядке. Флянец одели. Также болтики. Монтировку вставили. Закрутили гайку. Затянули. Зажали. Для информации по сальнику. Если у вас например. Колодки. Мокрые. Грязные. Значит сальник подтекает. Видите колодки здесь даже. Приржавели. Чуть-чуть сухие. Ржавоватые. Плюс смотрим. Вот барабан. Барабан видно тоже. Там суховатый. Ржавоватый. Поэтому в принципе. Сальник. Приблизительно в норме. Скажем так. 85% нормы. Поэтому менять его не будем. Ставим барабан. Прикручиваем. И будем ставить кардан. Кардан на месте. Болты все туго прикручены. С граверами. Еще раз напоминаю. Порядок установки. То есть. Сначала прикручивается передняя часть. А задняя часть кардана висит на веревке. Для того, чтобы вы могли прокручивать как угодно. И долезть до каждого болтика. Чтобы максимально его затянуть. После этого прикручиваем заднюю часть. Так. Все. Кардан прикручен. Метки не сбиты. Ничего не перепутано. Вылазим наверх из ямы. Вот этот флянец. Который я снял. При таком более близком рассмотрении. Мы видим, что вот здесь. Осталось тело. Того болтика. Остальные резьбы нарушены. В движении один болт вообще потерялся. Один оборвался. И два болтика. Вот эти вот. Они в таком интересном состоянии. Погнутые и помятые. Я их в наглую завернул уже. Второй запасной докрутил. И на трех доехал. Ну, флянец меняем не потому, что его нужно менять. Потому что проще купить новый. Можно все высырлить, выкрутить. Резьбу нарезать. И он еще будет ходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok